В Польше избивают украинских беженцев, в Мариуполе российские войска не бомбят больницы, а белорусская армия вообще самая сильная в Европе. Я, Анна Галётов, вы смотрите программу «Лукавые новости», где мы разоблачаем враньё и пропаганду. Огромную волну фейков на прошлой неделе вызвала бомбёжка детской больницы и роддома в Мариуполе. Белорусские и российские СМИ и телеграм-каналы утверждали, что роддом давно не работал, поэтому пострадавших там быть не может. Все пострадавшие — это якобы фейк. Телеграм-канал «Жёлтые сливы» как железное доказательство приводят слова какого-то жителя Крыма в интервью ленте РУ. Игорь рассказал, что в последние дни февраля в роддом, где работает его мать, пришли люди в форме. Он не знает, были это бойцы ВСУ или националистического батальона Азов. Военные сбили все замки, разогнали персонал роддома, а в здании устроили огневые точки, чтобы, как они объяснили медикам, подготовить к обороне крепость Мариуполь. О каком роддоме идёт речь, лента РУ не уточняет. А между тем, в Мариуполе три роддома. Роддом номер один, два и родильное отделение бывшей больницы номер три. Российский Первый канал тиражирует объяснение министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На заседании Совета Безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегации о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном Азов и прочими радикалами, откуда выгнали всех роженец, всех медсестёр, вообще лесовслуживающих персонал. Это была база ультрарадикального батальона Азов. Эти данные были предъявлены три дня назад. Поэтому делайте выводы сами, каким образом манипулируются общественные мнения во всём мире. И далее демонстрируют те самые данные, которые были представлены ранее постоянным представителем России Василием Небензий на заседании Совета Безопасности ООН 8 марта. Местные жители сообщают, что выгнав весь персонал роддома города Мариуполь, вооружённые силы Украины оборудовали в нём огневую позицию. Обратите внимание на эту склейку Первого канала. Выгнав весь персонал роддома города Мариуполь... А теперь посмотрим этот момент выступления пост «Предано видео», которое размещено на официальном Ютуб-канале постоянного представительства России при ООН. Местные жители сообщают, что выгнав весь персонал роддома номер один города Мариуполь, вооружённые силы Украины оборудовали в нём огневую позицию. Оказывается, Первый канал вырезал из слов Небензий номер роддома, где, по сведениям России, были оборудованы огневые позиции. То есть, даже если верить словам постпреда РФ при ООН, ВСУ оборудовали себе позиции в роддоме номер один Мариуполя, а разбомбили россияне родильное отделение третьей больницы. В том, что пострадал не первый роддом, тоже сомнений нет. Роддом номер один в Мариуполе выглядит вот так и находится на Металлургической улице. А родильное отделение больницы номер три теперь входит в состав Мариупольского территориального медицинского объединения здоровья ребёнка и женщины и находится на проспекте Мира. Вот его фото. По характерным ярким зданиям видно, что пострадала именно бывшая третья больница. Короче, премия Пиноккио награждается Первый канал за грубую потасовку фактов. Агентство теленовостей телеканала «Беларусь-1» на прошлой неделе поспешило объявить себя источником истины и пожалеть американского телезрителя, которому недоступна АТН. И он не знает, что Владимир Зеленский на самом деле не посещал военный госпиталь. Все свободные страны – Россия и Беларусь, в которых есть плюрализм мнений, существует многообразие источников информации – день троллят Зеленского, который сделал вид, что посетил сегодня военный госпиталь. Выяснилось, что на видео погибшая 26 февраля женщина, а значит, это видео достали из подвала, дабы сделать вид, что Зеленский в Киеве. Но американскому телезрителю этого знать не положено. Fox News никогда об этом не расскажет. Тут следует пояснить, что Владимир Зеленский выложил на своем официальном YouTube-канале видеозапись, как он посещает в госпитале раненых солдат ВСУ. Украинский депутат Илья Кива в ответ заявил, что на видео рядом с Зеленским идет военный медик Инна Дерусова. А этого быть не может, ведь женщина погибла 26 февраля 2022 года. Значит, делают заключение Кива, видео снято заранее. А Зеленский не в Киеве. Российские и белорусские СМИ поспешили это перепечатать как сенсацию. Но оказалось, что не все так просто. Военный медик Инна Дерусова погибла в звании сержанта. А на видео, судя по погонам, женщина-генерал. Их не так много в Украине, чтобы не выяснить, что рядом с Зеленским генерал медицинской службы Татьяна Остащенко. Она командует медицинскими силами ВСУ. Внешне тоже похоже, значит, видео оказалось правдивым. А агентство теленовостей телеканала «Беларусь-1» получает премию «Пинокки» за то, что, пытаясь опровергать фейки, само их и создает. Сотрудница телеканала «Беларусь-1» рассказала, как в мире не любят украинских беженцев. А в польском городе Пшемыслия, по ее словам, их даже избивают. Группы враждебно настроенных польских граждан саморганизовали, чтобы объяснить украинцам, кто хозяин в стране, куда они приехали. Польская полиция попросила украинцев не покидать в целях безопасности вокзал. Мы шли к нашим автомобилям, чтобы вернуться домой. Нас остановили какие-то люди и сказали нам возвращаться назад в поезд, и чтобы мы покинули страну. Мы вернулись, хотели подождать, пока они уйдут, но они пришли снова и избили нас. Это ребята с немецкого отделения организации «Humanity First». Они оказывали помощь беженцам с Украины. За это, собственно, их и наказали. Обратите внимание, что Лебедева комментирует видео, размещенное на фейсбуке польского СМИ ОКО-пресс. Мы изучили оригинальную запись. Оказалось, что корреспондент за кадром рассказывает, что на ее глазах с агрессией столкнулись люди со смуглой кожей, а не украинцы. Ранее мы видели группу из нескольких десятков мужчин, которые почти напали на трех мужчин со смуглой кожей. О том, что к немецким волонтерам польские националисты применили насилие из-за того, что они помогали беженцам из Украины, в видео нет ни слова. Оказалось, что это исключительно фантазии Ксении Лебедевой. Более того, на сайте ОКО-пресс в статье «6 день на границе. Много помощи. Волна расизма» польские журналисты попытались объяснить мотивы такого поведения. Выяснилось, что в шея мыслью вместе с украинцами прибывает много людей с темным цветом кожи. Это иностранцы, которые находились в Украине, и теперь они хотят вернуться домой. И после того, как какой-то темнокожий мужчина напал на продавца в магазине, местное население начало относиться к ним с опасением. Это сообщение и активизировало националистические группы в городе. Самим же украинцам, вопреки утверждениям, Лебедевой в шея мысль активно помогают. Короче, премия «Пиноккио» достается Ксении Лебедевой за полностью придуманную историю об агрессивном отношении поляков к украинцам, бегущим от войны. Белорусский депутат Олег Гайдукевич заявил, что знает причину, почему Россия не могла планировать захват Украины за три дня. Между прочим, Украина за эти годы ее так накачали оружием, это сильнейшая армия Европы. А потом подумал и добавил. У них сильнейшая армия Европы, у нас армия сильнейшая в Европе тоже. Фейк первый. Согласно рейтингу Global Firepower, украинская армия на начало 2022-го находилась на 22-м месте в мире по военной мощи. Из европейских стран ее сильнее как минимум Франция, Великобритания, Италия, Германия, Испания. То есть, вопреки словам Гайдукевича, Украина далеко не сильнейшая в Европе. Второй фейк. Беларусь назвать сильнейшей в Европе еще сложнее. Потому что наша страна по военной мощи на 52-м месте в мире. А в Европе, кроме вышеперечисленных стран и Украины, она еще слабее Португалии, Чехии, Румынии, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии, Греции, Швеции и Польши. Сотрудница телеканала «Беларусь-1» Мария Петрашко заметно преувеличила рост цен на бензин в Европе после введения санкций в отношении России. Цены на бензин выросли вдвое. И, к слову, это не только в Германии такая зрада и перемога. И, к слову, это Россия еще контрсанкции не предпринимала. Рост цен после санкций вправду есть. Но вдвое эта петрашка загнула. Максимум, на который подскочили цены на ЗС в Европе за последний месяц, это плюс 25%. Как, например, в Германии. На 11 марта литр 95-го бензина там стоил в среднем 2 евро 19 центов, а месяц назад 1 евро 74 цента. В то же время в Великобритании рост составил всего плюс 5%. Премию Пиноккио вручаем Марии Петрашко за то, что в несколько раз преувеличила реальный рост цен на бензин в Европе. Яна Галета, вы смотрели программу «Лукавые новости», где мы разоблачаем вранье и пропаганду. До встречи в следующую пятницу. Эта программа была создана Белорусским расследовательским центром для Белсад-ТВ.